Продолжение следует... 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 Да, побороть вот эту вот боязнь, которая есть у некоторых учащихся выступать перед широкой аудиторией. Ну, безусловно, и есть отрицательный момент. Главный отрицательный момент, он находится за кадром урока, он находится непосредственно перед вами, перед педагогом. Это, конечно, большая нагрузка на учителя. Подготовка к игровому уроку требует гораздо больше времени, чем подготовка к обычному традиционному уроку. Ну, и, безусловно, должно быть эмоциональное состояние преподавателя соответствовать тому настрою, который вам предстоит показать на этом уроке. В зависимости от того, какая игра применяется, какие игры сегодня будут, какие игры я сегодня буду рассказывать, нужно будет совершенно менять несколько свой образ. Где-то быть более конечным, где-то быть более серьезным. Плюс из отрицательного еще можно отметить, что, конечно, работая в группе, иногда может получиться так, что некоторые ученики выпадают в работе в группе. Поэтому нужно тоже продумывать, как сделать оптимальный состав группы. И, конечно, в 2016 году на региональном профсоюзном форуме «Ступени роста» члены областного совета молодых педагогов проводили интерактивные игры с участниками форума. Ну, все эти темы, все эти игры были на профсоюзную тематику. Тогда-то, в общем-то, еще на стадии подготовки к этому мероприятию я и подумал, что стоило бы попробовать популярную телевизионную игру «Биологика» на уроках истории. И действительно, игра, хочу сказать, пришлась учащимся по вкусу. Во-первых, популярность телевизионной версии игры гарантирует интерес у самих учащихся. Потому что они это видят в телевизоре, теперь это играют с ними, им, безусловно, это очень интересно. Во-вторых, правила игры не регламентируют количество подсказок от ведущего, что позволяет создавать позицию успеха для ученика абсолютно в каждом отдельном случае. И все загаданные редусы остаются решены. Это, безусловно, важно, чтобы не было такого, что нет правильного ответа, никто не дал, потому что по правилам игры ведущий не должен подсказывать. В этой игре, безусловно, знаете, при помощи определенных фраз команда может попросить помощи ведущего. И, безусловно, здесь нужно себя внести в манере ведущего этого телешоу. Правила очень простые. Фактически это обычный ремус. Вы загадываете явления или события в виде двух-трех картинок, которые могут быть даже не связаны с историей. В данном случае я вам представляю фрагмент игры по истории России 17 века для учащихся седьмого класса. Старался взять самый простой, так как понимаю, что здесь наверняка не только учителя истории будут. Ну, может быть, уже у кого-то появились идеи, что в данном случае загаданы на картинке. Но вот историк сразу вину ворвался. Действительно, первая картинка символизирует ложь. На второй Дмитрий Анатольевич Медведев. Правда, часто учащиеся зацикливаются на том, что он и на Медведеве вспоминает его и не. Ну и на третьей картинке зашифрована эмблема федерального канала одного из из них. И если все это сложить, получается уже Дмитрий Первый. Вот еще одна загадка. Здесь, чтобы справиться, детям необходимо продемонстрировать также межпредметные связи. Потому что на левом рисунке изображена картинка из материала химии. И можно вспомнить обозначение, что здесь представлено. Ну и уже я вижу, Светлана Коварева нам выдала правильный ответ. Действительно, здесь изображен медный бум. Параллельно можно спросить, также в каком году, то есть когда команда уже разгадала данную загадку, можно спросить у самой команды, у всей аудитории дополнительной баллы, в каком году произошло событие, что вызвало, какие причины, да, сразу проверить причины следственной связи. Таким образом, казалось бы, просто разгадывается картинка, но на деле вы, собственно, проверяете весь комплекс знаний. И что в преддверии предстоящей контрольной работы, контрольная работа, которая обычно идет на следующий уровень, да, это достаточно интересно, дети запоминают также, что можно сделать. Ну, я, как говорил, обычно предпочитаю использовать эту игру в качестве всего урока, а не какого-то фрагмента. Ну, как-то, люблю такой азарт вызвать у детей, они сливнуются, да, просят их в дальнейшем такие контрольные повторительные уроки проводить. Но на одной игре, конечно, строить свою эпидемическую работу тяжело, нужно разнообразить. Поэтому еще одна, конечно, совершенно не новая игра, но абсолютно универсальная, применяемая к новому предмету, это своя игра. Вообще, именно с нее я начал применять игры на своих уроках. Если ее использовать часто и мобить, так скажем, руку, на самом деле составление этой игры уходит не более часа. Так, шаблон для игры можно свободно найти в интернете, ну или в конце я там изображу. Будет написано на адрес моей электронной почте, можете мне написать, я пришлю вам шаблон, да, откуда, собственно, я составил эту игру. Там на один тур сделано, но я обычно применяю в несколько тур. Значит, здесь игра будет по теме Петр Первый, по новому историко-культурному стандарту, это уже для учащихся 8 класса. Поле делится по нескольким темам, ну, в том шаблоне, который я использую обычно по стандарту 5 тем, я оставил до 3. Вот здесь есть конкретная тематика, Великое посольство, Северная война, культура и быть. Ну, в данном контексте, в котором мы работаем, в том формате, в котором мы работаем, здесь не отображаются гиперссылки, но в дальнейшем, когда в шаблоне здесь нажимается, выбирается вопрос, который выбрали дети, да, вот, и сразу переходит на, по гиперссылке презентация переходит на вопрос. Ну, здесь предполагается, что я вам покажу Великое посольство за 10, за 10 очков. Всплывает вопрос, назовите даты Великого посольства, вот, ну, соответственно, там звучит музыка, дети решают, кто первый поднимает, мы используем там флажки, поднимают флажок, если правильный ответ, соответственно, команда получает 10 баллов, да, действительно, игра, вот, как Антонина нам пишет, заходит на детей, ну, ура. Может быть, первый тур, они еще как-то раскачиваются, немножко не понимают, что к чему, что и как, но со второго, с третьего тура, вот, они там уже будут выгрызаться в каждое, за каждый заработанный балл. Вот, ну, в итоге высвечивается правильный ответ, здесь же можно нажать на вот эту кнопочку, и она вернет нас на, вновь на игровое поле. Сейчас. Вернется на игровое поле, и уже оттуда отыгранный вопрос исчезнет, да, останутся только те вопросы, которые есть. Ну, единственное, что это я брал в шаблоне старую игру для применения, здесь есть небольшая неточность, которой вы будете все-таки пользоваться игрой, такая, разброс 10, 20, 30, 40 баллов, это слишком много, потому что, во-первых, сложно подобрать и оценить вопрос, чтобы он был сложнее, чем 10, чем сложнее, чем ослаблен. Проще сделать 10-10, 20-20, во втором туре, там, допустим, 20-20, 30-30, во третьем туре, там уже сделалось вопрос, который, возможно, проверяет чинно-следственная связь, тоже по 50 очков. Также здесь дополнительно можно ставить рублики, как в своей игре «Код в мешке», когда команда должна отдать вопрос любой другой команде, и вопрос аукцион, команда торгуется за количество разыгранных очков. Главное, опять-таки, это состав команд. Сделать его, ну, я обычно жеребевку провожу при помощи цветной бумаги, 6-7 цветов цветной бумаги, дети заходят на входе в класс, берут бумажку и по цветам составляются команды. Очень хорошие универсальные действия, но, однако, правда, случайная жеребевка может попасть в команду очень сильная, да, вот, наверное, придется ее разбавиться, иначе может возникнуть ситуация, что они у вас все выиграют. Хотя, опять-таки, вот, провалило недавно, как раз таки, свою игру, и учащийся, у которых стандартно получает оценку между тройкой и четверкой, фактически вот эта вот команда учащихся выиграла игру, вот, поскольку мы, не знаю, как-то лучше проявили себя, нежели отличники. И, безусловно, очень важно, на мой взгляд, особенно на свою игру, закончить такое закидывание удочки на будущее, ну, на будущую тему. В данном случае, капитал первому, это финальный вопрос, он может быть не самый сложный, да, потому что в финале обычно играет только капитаны, но очень важно, чтобы он был переходящий на следующую тему. И в данном случае, в финальной игре я предлагаю на этот тему вопрос, в чем суть указа от престолового наследия Петра в 1722 году, который, как раз таки, суть этого указа состоит в том, что Петр позволил теперь лидератору самостоятельно выбирать наследника, и так как сам Петр не оставил наследника, то в дальнейшем в стране началась эпоха 200 пива. И уже на следующей теме, после контрольной работы, вы можете начать опять с этого вопроса, да, вспомнить, поделиться эмоциями, как детям было интересно или неинтересно на своей игре, вот, и в дальнейшем уже показать вновь этот вопрос, они вновь вам вспомнят, да, ответ на этот вопрос, ой, еще рано, вот, и тем самым вы актуализируете новую тему и начнете тему дворцовые перевороты. Если в среднем звене для детей важен друг соперничество в другом процессе, вот, то можно, в принципе, сделать игру между проведениями классами, классом, ну, я обычно вот свою игру лучше использовать как, да, повторительно обобщающую игру. Вот, где логика можно, да, фрагментами сделать, фрагментами сделать в начале, вот, в качестве актуализации или в качестве закрепления урока. Все-таки своя игра больше как повторительно обобщающую, вот, такой. В старшем звене ученикам важна возможность самовыражения и к ним нужен, конечно, личностный индивидуальный подход, вот, ну, и я считаю, что лучшее оружие в арсенале педагогов для работы со старшими классами – это чувство юмора. Так, любой человек в России знает еще один телевизионный проект, дом 2, честно говорю, ни одной серии не видел до конца, вот, но, тем не менее, суть этого телепроекта все знают. Я использую эту игру в 10 классе в уроках общества о знаниях в контексте изучения темы семейные отношения, но, думаю, можно использовать и в старшем звене на классных часах по схожей тематике. Идея, по сути, тоже не нова, лишь добавлены новой краски. Учащиеся делятся по парам, если учеников одного пола в классе преобладает, то есть их больше, чем других, то можно организовать, добавить, допустим, какие-то сценки детей, да, для того, чтобы, ну, команда получалась не два человека, а там, три, может быть, даже четыре. Каждый парень дается легенда, можно дать тебе в начале урока, чтобы они быстренько продумали, разыграли. Я даю точно за урок, для того, чтобы они дома могли лучше обдумать, да, там, что-то новая, да, ситуация, да, пускай лучше дома самостоятельно отдумают, что же нужно сделать. Для аутентичности ситуации мы расставляем штулья по кругу класса, ну, костер, естественно, в школе развести нельзя, но ведро для тряпок поставить посередине можно, как разумывается, да, вода. Значит, в данном случае вам представлена ситуация. Александр безработный, он считает, что не до того получал высшее образование, чтобы работать за 15 тысяч рублей, пассивно ищет работу уже более угодно. И вот супруга и Елена, чтобы накормить семью, работать на двух работах, возвращение домой еще и убирается, готовит печь. Елена устала в такой жизни, но не знает, как заставить Александра расстроиться на работе и помогать по дому. Вот, в общем-то, примерно вот в такой тематике все ситуации ей выстраивают. Урок, в общем-то, носит в основном воспитательную цель, да, учащимся, справа говорится, ставится задание, что семью, условно, да, нужно найти выход из ситуации, как сделать так, чтобы Александр и Елена вместе жили, счастье, долго и счастливо, да, вот, и чтобы мы почувствовали их любовь, как говорится, слово эти передачи. Вот, здесь нужно объяснить учащимся, что они должны предложить свои идеи по разрешению ситуации. Фактически каждую ситуацию вы должны выводить на то, что нужно пойти супругам на уступки, найти какой-то компромисс, да, что нужно уважать друг друга, нужно любить друг друга. Таким образом, все это относится к воспитательным функциям образования. Ну и, безусловно, в контексте данной тематики вы можете как раз таки сказать, предложить детям, да, семью какого типа, да, в вопрос обществознания они хотели бы видеть в себе в этих ситуациях. Ну, везде они практически будут выводить на семью партнерского типа, да, таким образом вы и создаёте им ситуацию. Здесь какая? Две очень тоненькие гранди есть. Первая тонкая грань заключается в том, чтобы не перегнуть ситуацию, да, чтобы и сами ситуации не оскорбляли какие-то религиозные чувства или там еще какие-то чувства учащихся, там, может быть, их родители, если они будут делиться со своими родителями, тем какие задания им дают. Вторая тонкая гранди, чтобы урок у вас не превратился в цирк. Вот, поэтому я сразу детям говорю, что вы можете использовать чувство юмора, да, там, и какие-то веселые ситуации разыгрывать, когда вы разыгрываете сценку. Да, плюс это как раз таки позволяет проверить их мужские потенциалы, растут какие-то актерские способности. Антон пишет не для каждого класса, но вот я второй год провожу, у меня в школе по одному десятому классу заходят, и те, и другие участвуют. В прошлом году проводил вообще класс на ура. Во-первых, в принципе, так получилось, что фактически они и предложили эту тему, да, я подумал и уже расписал эту игру. В этом году, конечно, были учащиеся, которые очень скептически посмотрели на это, один даже мальчик отказался, участвовать именно в разыгрывании сцены я, естественно, не стал на него добить. Вот, а в основном дети, по ходу уроку, или начали понимать, чего от них требуют, всегда начали въезжать в конце урока, но достаточно весело. Что здесь еще стоит отметить? Вторая планка играет, чтобы урок не произошел в цирк, да, нужно, чтобы они вот в актерское мастерство свои вкладывали сценку, а во время ответов, то есть своих советов уже высказывались абсолютно серьезно, да, то есть по серьезному думанию, как можно выйти из этой ситуации. Вот, таким образом урок получается достаточно веселым, интересным, и при этом, в общем-то, можно какое-нибудь большое расслабление в ходе учебного процесса при помощи ролевой игры детям дать. Ну и совсем уж бородатая ролевая игра в контексте, но я считаю, что в контексте предстоящих президентских выборов, выборов говорить о ней нельзя. Я устраиваю в 10 классе в контексте схождения темы демократические выборы. Дети общаются между классами, да, и, ну, школа у нас небольшая, даже в начале года, в 10 класс, когда пришел, спрашивал, когда-нибудь в дом 2, когда-нибудь в дом 2, они уже знали, да, вместо 2 такая игра проводится. Вот, мне было приятно понимать, что дети общаются между собой, обсуждают, что они делают в уроках, им это неинтересно, и понимают тем самым, что, раз это актуально, детям нравится, почему бы не продолжать это использовать. Значит, работа, ребята готовят в течение недели, да, предвыборную кампанию, назначается, ну, я назначаю 3 кандидата, в основном добровольцы появляются, кандидаты дают по 2 человека с класса, которые являются их, собственно, политической командой, да, предстоящим выбором. И назначается избирательная комиссия еще 2-3 человека, да, с которыми я рассматриваю принципы избирательной системы в России, они узнают из контекста темы, вот, и уже тогда могут спокойно разработать там отдельные бюллетени, я им рассказываю, как такие системы защиты на бюллетенях делаются, вот, они самостоятельно делают бюллетени. Ну, у нас в школе действует избирательный участок, поэтому приношу там со склада переносной урну прозрачную, да, в которой они голосуют. Значит, в течение недели командам разрешается в строго определенных местах расклеивать предвыборную агитацию различных плакатов, поддержку своего кандидата, вот, и готовить политическую программу. Но, единственное, что, так как дети еще в силу своего возраста не очень сильно разбираются в политике, я прошу готовить политическую программу не на выборы президента страны, а на выборы президента класса и школы, да, вот, то есть и политическая программа должна быть в своих преобразовании, чтобы они хотели изменить школу. Во-первых, вы сами можете перефиксировать и увидеть, чего же детям необходимо, у меня не хватает в школе, на что их, возможно, не уставят, чтобы они хотели изменить, вот, и плюс, для них это все-таки более актуально. В день игры, на уроке проводятся политические дебаты, по 2-3 минуты каждый кандидат поступает, к нему задаются вопросы. Для того, чтобы остальная часть класса не сидела без дела, можно им раздать карточки, где будет написано «каждый кандидат», они будут отмечать, что им понравилось в политической программе, что же это. Опять-таки, чтобы несколько немножко разнообразить серые люди, я здесь предлагаю составить черный пиар, ну, это уж на ваше усмотрение. То есть, подготовить какой-то компромат на своих оппонентов. Ну, безусловно, здесь нужно этот компромат будет отсмотреть предварительно, да, для того, чтобы там не оказалось каких-то одинаковых. Вот, но, тем не менее, дети проводят, делаю черный пиар, вот, в прошлом году, да, здесь главное не перегнуть, да, поэтому это все нужно проверить заранее. Вот, но я в прошлом году прям сидел во задней партии, в угол осмеялся, делаю смешно, всем было смешно, вот, никому не обидно, шутки были такие, в порядке, не оскорбительные, а чисто такие вот, которые были понятны именно конкретно этому классу, но у меня на урок, да, что-то связано было с уроками истории или общество знало. Ну, и в конце урока, естественно, каждое учение голосует в соответствии с, в принципе, установленной Конституцией Российской Федерации избирательной комиссии, подсчитывая голоса, вот, и в итоге, оказывается, победить выбор, который там, ну, можно ему придумать какие-то там лилблоты. Ну, например, у нас, я прошу, чтобы человек в 30-м классе выбирает выборы в 11-м классе на 9-м, на местном управлении, будет далеком в школу. Главное, чтобы после выборов не выбрали другого учителя. Ну, хотите, можете и такие выборы привести в 10-м классе, я бы рисковать не стал. Вот, на этом у меня все, вступайте в профсоюз, приезжайте на форумы, проводимые профсоюзом на работе международного образования в Благоградском области обоснованных советов новых педагогов, где вы сможете посмотреть в мастер-классе более опытных молодых камер. Если кому-то стало интересно и нужны шаблоны игр, мой электронный адрес указан, пишите, я вам с удовольствием пришлю шаблоны тех игр, которые у меня есть. На этом все.